И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем играть и выживать в игрушки под названием Take On Mars. Друзья, это вторая внеочередная серия, которую вы у меня уже сразу же после выхода первой серии просили. Многие писали неоднократно комментарии, пожалуйста, снимай, играй, блин, это классно. И я очень рад, ребята, что многие из вас после моего прохождения на канале приобрели эту игрушку и стали тоже выживать на Марсе, на Луне, Европе. Я не знаю, где вы там, ребята, выживаете. Спасибо вам, ребятки. То есть я, наверное, всё-таки не один такой человек, которого Илон Маск послал, блин, на Марс. Я единственный в этой экспедиции, хотя могу сказать, друзья, что я такой не один сумасшедший в этой, можно сказать, вселенной у нас. И, насколько я знаю, я вообще знаком с такими двумя астронавтами. Это астронавт, американский астронавт, такая пометочка, американский астронавт Суров и советский космонавт Товарищ Атомный. Кстати, они у нас сейчас на Луне, давно уже там застряли. Если вы хотите посмотреть их классное прохождение совместное на стримах, все ссылочки будут в описании под видео. Да, кстати, я им сейчас прям передам огромный пламенный привет. Суров, здорово, здорово, здорово. Так, где у нас там товарищ Атомный? Ну, где-то там, примерно рядом. Вообще, Суров у нас планирует давно перелететь на Марс, но товарищ Атомный какого-то фига застрял на Луне. Не знаю, может быть, блин. Хотя гравитация на Луне даст ему возможность просто сделать один прыжок и он, я не знаю, может лет через сто, какие сто больше долетит сюда, я не знаю. Короче, ладно, друзья, всем тем, кто смотрел первую серию, вы помните, да, что мы приземлились в долине Цейдония Менса. И нам скинули также НАСА, наша любимая компания SpaceX прислала два вот таких вот контейнера, где у нас находятся различные запчасти, части, всякие контейнеры с полезными веществами, из которых нам нужно будет все что-то строить, там, не знаю, блин, изобретать, химичить, короче говоря. Короче говоря, сегодня мы в этой серии, друзья, да, вот наш этот самый, блин, как он правильно называется, там, ну, короче, вот наша ракета, на которой мы прилетели сюда, спустились на поверхность, челнок наш, да. И сегодня мы попробуем немножко перевести деталей, хотя бы солнечные панели поставить, я не знаю, попробуем. Короче говоря, ладно, фиг с ним, много болтовни, мало дела. Так, нам нужно работать, на Марсе особо так не поболтаешь, тем более в тишине, ну, как в тишине, не особо дует ветер, так что... Ну, в одиночестве, да, в одиночестве, да, придется сходить с ума. Так, подожди, наверное, я сначала, 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 я попробую взять вот эту солнечную батарею, аккуратно ее вынимаем. Кстати, есть такой хитрый ход конем, как ее перевести. То есть, ну, в принципе, многие, наверное, умеют водители за рулем ездить и писать смс-ки, разговаривать по телефону, в то время еще умудряясь переключать магнитолу и еще и курить. А я еще могу брать вот такой объект весом 41 килограмм и еще везти ровер по марсианской поверхности. Здорово, да? Ну что ж, завидуйте мне, ребята, учитесь. Я профессионал, да, я, правда, не знаю, какие права нужны на ровер на поверхности Марса. Возможно, да, самая обычная категория B. Ну что ж, давайте сейчас мы перевезем вот эту первую солнечную батарею к нашему челноку и поедем за второй солнечной батареей. То есть, в этой серии, ребятки, давайте немножко поперевозим различные нужные нам детали, вещества. Вот. Короче, давайте скоро включимся, как только мы будем у челнока. Так, ну что ж, друзья, я возле челнока и теперь каким-то чудным образом нужно выйти вместе вот с этой бандуриной весом в 50 килограмм. Да, отлично. Вот так вот просто выкидываем ее. Так что все, как бы заморочек я уже не вижу. Так, ладно, одна солнечная батарея у нас уже перевезена. В принципе, наверное, пока ее можно просто вот так вот аккуратно здесь расположить. И, наверное, ну, блин, я сказал вроде бы аккуратно. Ну, не так же, боже. Так, меня нет, мы учили, конечно, в SpaceX. Так, аккуратно, аккуратно, просто аккуратно можешь поставить. Вот, отлично. Ну что ж, давайте отправляемся, наверное, за второй солнечной батареей. Потом перевезем провода. А дальше будем, не знаю, располагать, наверное, эти объекты. Поехали. Так, приехал я, короче, к этим контейнерам. И сейчас мы заберем вторую солнечную батарею. Так, подожди. Слушай, а я только заметил, что я езжу вообще поражняком, да? То есть, нам, в принципе, можно закидать несколько контейнеров вот с этими полезными веществами. Так, подожди, а что у нас там вообще в них есть? Так, алюминий. О, блин. Да, слушай, а что мы будем ездить впустую, да? Так, давайте мы загрузим несколько контейнеров сразу с собой. А потом уже, короче говоря, возьмем еще солнечную панель и перевезем ее. Так, а сколько у нас входит? Так, две здесь. Ага, подожди, стой, я понял. То есть, а, вот, подожди, можно еще внутрь загрузить, классно. Так, две здесь. Подожди, а можно еще же ведь по бокам накидать? Ого, да-да-да, можно, смотри, вбок не так шибко. Так, вбок одну сюда и вбок сюда. Ну что ж, давай попробуем это, почему бы нет? Блин, песок забился. У меня в мои эти самые, блин, ботинки марсианские. Классно, да, марсианские ботинки, забился марсианская пыль. Песок даже, я бы сказал, прям чувствую, как, блин, так неприятно. Вообще, капец. Но снимать я их не буду. Да, иначе моя кровь просто закипит. Меня, возможно, даже разорвет на части. Я не буду рисковать своим здоровьем, потому что жизнь у меня здесь одна. И, блин, я здесь один, мне никто не поможет. А, так, ладно. Давай-ка вот сюда контейнер поставим. И поставим, наверное, еще... Так, а там я, по-моему, только один алюминий, да, загрузил. Подожди. Так, алюминий, алюминий. Ну, ладно, фиг с ним, потом мы разберемся. Самое главное сейчас перевести побольше вот этих контейнеров к нашему шаттлу. Так, он у нас влезет туда. Да, он с легкостью. Слушай, а можно даже... Можно даже вот так чуть подвинуть. И, наверное, наверное, можно даже еще второй туда загрузить. Ну-ка, давай попробуем. Почему бы нет? Слушай, какой я умный, блин. Обалдеть. Так, а если кинуть еще в педали... Вернее, даже не в педали, а... К этому самому. На место пассажира положить пару бочек? Ну, конечно, я боюсь, что они вылетят. Ага, у нас одна бочка не влезает. Понял. То есть, по одной бочке мы можем тащить еще в этих секторах. Ну, ладно, в принципе, это хорошая мысль, хорошая идея, блин. Так, да, постой. Блин, я испугался, что остальные бочки стали вылетать. Давайте повернем и аккуратно мы их здесь сейчас сложим. Так, по идее, по идее у нас должно влезть 4 бочки. Слушай, достаточно тут много алюминия, блин. Вообще, я думал, что здесь мне пришлют еще какие-нибудь другие части. Ой, нет-нет-нет, как я не люблю это. Аккуратно, аккуратно, вот. Давай еще, вот так, вот. Каждой детали свое место. Аккуратненько все загружаем. Давай, еще пару бочек мы туда сейчас закинем. Возьмем солнечную батарею, а дальше посмотрим по обстановке. Так, вторая, третья бочка уже, четвертая. Подожди, перевернуть, перевернуть аккуратно. Ну, давай-давай-давай-давай, открывай-открывай. Что я заметил? Самое классное, наверное, да, то, что давно не было солнечной вспышки. Это хорошо, это очень приятно. Знаешь, почему? Потому что... Блин, вот это неприятно. Потому что можно спокойно работать в такой напряженной обстановке, блин. Давай-давай-давай, открывай. Открывай, я тебя туда аккуратно... Аккуратно, блин. Да чтоб тебя, почему-то на склоне стоишь. Ладно, я понял. Ладно, фиг с ним. Давайте, короче, кинем эту бочку. Потом мы ее заберем. Ну, не так же, блин. Вот так, вот. А теперь берем... Так, солнечная батарея... Ой-ёй-ёй, с таким грохотом, блин. Берем еще одну солнечную батарею. Так, кидаем ее здесь, садимся. Садимся, берем и поехали. И поехали. Ну что ж, все, скоро включимся. Так, ну что ж, ладно, мы прибыли. И давайте тогда сейчас разгрузим все наши бочки здесь. Так, подожди, вот эта солнечная батарея, можно... Давайте поставим ее пока рядом с первой нашей солнечной батареей. Так, и наши бочки... Так, у нас там по дороге ничего не потерялось, ничего не вывлилось. Нет, вроде бы все на месте. Мне это очень нравится. Так, наши бочки мы где-нибудь, наверное, складем между камнями. Где-нибудь примерно... Наверное, вот тут вот можно их выгрузить. Так, и сразу же надо посмотреть мне, чтобы недалеко было мое будущее рабочее место. Чтобы мне потом было недалеко бегать за всеми этими объектами. Так, давайте пока их вот тут вот покидаем, короче говоря. А потом мы... Сейчас мы еще перевезем все полностью объекты сюда. Вот, все нужные нам объекты. И тогда уже... Кстати, да, мне надо сейчас... Подожди, сейчас я... Давай, 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 разгружай, кидай. Сейчас я выгружу все объекты и пойду проверю свое здоровье. И, кстати, да, я совсем забыл. Блин, надо посадить картошку. Ведь то, что мне прислала НАСА, у меня это не вечное. Запасы еды не вечные. А новые запасы еды прилетят через 7 месяцев. Да, это печально, но это факт и это правда. С этим не поспоришь и ничего не поделаешь. Вот поставки к Сурву и товарищу Атомному, да? Все-таки они на Луне. Там буквально они за неделю, каждую неделю приходят им. Им там что только не присылают. И подписчики им присылают. Всякие вкусняшки. Мне, конечно, прям даже немножко завидно. Ну, ладно. Если мои подписчики слышат меня, видят... Боже, ребята, пришлите мне чипсы. Я так за время полета по ним соскучился. Ох, ладно. Так, по-моему, я разгрузил все. А, нет, вот еще у нас осталась одна бочка. Давайте возьмем ее. И выгрузим ее вот тут. Так, нет, нет, нет. Давай-ка в кучку вот так аккуратно. Потом мы, если что, поставим какие-нибудь ящики здесь. Я не знаю. И аккуратно складем все на свои места. Чтобы нам легче было потом что-то найти. Какой-то элемент и все прочее. Так, давай сейчас пойдем проверим свое здоровье. Поедим. Да, об этом не нужно забывать. Работа работай. Но работа не волк в лес не убежит. Ох, герметизация. Давай, 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 давай. Блин, кстати, я думаю, наверное, может быть даже поменять шлем. Посмотри, он у меня... Помните, да? В первой серии у меня его полностью... Короче, был сильный ветер. И марсианские камни попали в шлем. Блин. Он немножко пострадал. Так. Давай сейчас, подожди. Нам больше не нужен, наверное, в принципе, бинокль. Так, мы его выгружаем. Отлично. Хотя, хотя, хотя... Нет, он нам больше не нужен, да. Я согласен. Так, давайте, знаешь, что? Мы сейчас возьмем вот такой вот у нас, видите, да? Шуруповер типа есть. Сейчас мы его положим. Закрепим, вернее, в наш скафандр. Потому что положить мы его туда точно не сможем. И давайте сейчас мы проверим свое состояние. Так, что у нас по здоровью? Калории... А, ну, в принципе, я не голоден. Витамины нормально. Вода. Блин, я даже не устал. Слушай, за то время, когда я... За то время, сколько я проделал работу, я даже, блин, не устал. Ну, я думаю, пока, наверное, даже не буду сажать марсианскую картошку. Давайте мы сейчас отправимся полностью с вами... А, блин, подожди, стой. Я хотел же поменять шлем. Я же хотел поменять шлем. Так, давайте пока вот этот выкинем. Вот этот мы одеваем. Я не знаю, восстановится он здесь или нет. Да, ну, видишь, без трещин. Все прекрасно видно. Все хорошо. Короче, сейчас мы с вами, друзья, переносим все части полностью сюда, к нашему челноку. И тогда уже с вами, друзья, включимся. Так, ну что же, друзья, как я вам и говорил, мы перевезли все нужные нам части, посланные компанией SpaceX, нашим любимым NASA. Вот они, пожалуйста. Я все перевез к своему челноку. Все нужные нам бочечки и все элементы, вот эти вот все различные, я не знаю, тут у нас провода. Есть, кстати, вот, да, две солнечных батареи и различные вот такие вот, посмотри, маленькие фабрики, да. Но это все, друзья, мы будем рассматривать с вами в следующей серии. Кстати, у меня произошло такое небольшое ЧП, а именно то, что когда я загружал бочки из нашего посланного контейнера, да, компании SpaceX, блин, у нас, короче говоря, оторвалась, блин, вот такая вот, ну, как это правильно сказать, дверца защитная, куда можно складывать бочки. Я не знаю в дальнейшем, как мы это все будем с вами перевозить, блин, потому что у нас остались там еще пустые контейнеры, которые нам в дальнейшем с вами понадобятся. Да, то есть заполненные все контейнеры я перевез, но пустые контейнеры у нас остались там, да, и у меня произошла тоже такая, у меня чуть не случилась катастрофа, я бы даже так сказал. Ты видишь, да, что у меня опять одет мой шлем весь в трещинах, в царапинах, блин, у меня чуть не закончился кислород, я так увлекся перевозкой всех нужных нам частей и не заметил, что у меня оставалось 3 минуты до окончания кислорода в нашем скафандре, блин. Мне пришлось переодеть его просто, да, и я, ну, конечно, я не нашел ничего лучшего, как одеть свой первый шлем, гермошлем, да. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, на этом я буду заканчивать свою вторую серию. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Под Эйкон Марс, ну что ж, всем до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok